Всем привет! У нас сегодня суббота. И время уже не утро, а даже обед. Я выдвинулась в магазин. Но решила магазином не ограничиваться. Хочу дойти до центра или доехать. И таки сделать себе ногти, потому что реально не знаю, когда потом будет на это время. Надеюсь, что успею. Как долго они сегодня работают, я не знаю. Потом мне нужно зайти в ДМ. Купить краску для волос. Еще всякие мелочи. И потом, конечно, зайти за продуктами. Саша остался с Миланой дома. Ну, с Миланой и с Тимуром. Артем пошел в бассейн с другом. Миланка вчера, пока мы ждали на даче, когда Саша освободится, опять почему-то затемпературила. Температура небольшая, 37,5. Но, тем не менее, вчера была. Сегодня решили, пускай весь день лежит дома. Ну, насчет лежит, это, конечно, дело такое. Уложить ее очень трудно, когда она себя чувствует хорошо. А чувствует, когда у нее нет температуры, она себя хорошо, я так понимаю. Поэтому, да, ну хотя бы дома и то хорошо. А еще что-то я еще хотела. Ой, какая красота! Все цветет, какая красота! Сейчас, момент. Хотела ответить на вопрос. Где мой телефон? К позапрошлому видео. Где мой телефон? Вот, Ирина Алина спросила. Танюш, расскажи, пожалуйста, о ковре. У нас в гостиной... А, у вас в гостиной. Я так понимаю, этот новый серый, который мы купили. А именно, легко ли за ним ухаживать? Хочу такой ковер. Я скажу так, что мы им довольны. Вау! Вау! Браво, браво! Мы им довольны. Два раза в неделю я его пылесошу. В принципе, пылесосится он легко, если хороший, мощный пылесос. Ворс там, я не скажу, что очень густой, хоть и длинный. Так что на данный момент все хорошо. Не знаю, может быть, кого-то и не устраивает такой ворс. Но нам все нравится. И цена такая, что, знаешь, если он за пару лет изживет себя, то его можно будет выбросить, мне жалко. Как-то так. И еще цвет такой, да, у него такой пестренький. И поэтому сильно не видно на нем, возможно, какие-то мелочи. Я сравниваю просто с нашим предыдущим ковром. У него был более короткий ворс. Не знаю, помнит кто-то его, не помнит. Вот на нем были пятна, если вдруг они появлялись. Видны очень сильно. А этот, не знаю, то ли пока новые пятна нету, то ли в принципе из-за цвета. Но выглядит пока хорошо. Все, я подхожу, наверное, попробую сесть на автобус. Автобус! Привет! Привет! Я приветствую вас на канале Саша, Таня. Я должен об этом сказать. Так, ребят, я что-то сегодня не знаю. У меня, знаете, какой-то день, день ничего не делания сегодня. Ничего не хочется. Хотя что-то я делаю, но с такой, знаете, ленью, пассивностью, что ли. Я вот так посидел, поиграл в PlayStation, пошел, помонтировал, что-то еще перекусил. Знаете, вот так. Таня ушла делать ногти и пройтись по магазинам. Ну, вы, наверное, уже в курсе. Я только что смонтировал влог, он сейчас записывается. Это влог, это влог, а это влог, когда я делал превьюшку новую. Сижу с детьми, остался с Миланой, с Тимуром, потому что Милана у нас, ну, как-то все не выздоровеет, не знаю. Вроде уже было лучше, потом опять стало хуже. Вчера опять температура поднялась. Сегодня решили, что она вообще никуда не будет выходить, только домашний арест такой небольшой. Вот, так что я остался с детишками. Артем где-то с другом ходит, бродит. Единственное, сейчас пока записывается видосик, пойду я, пойду я, кстати, какая погода была на влоге. Просто жара. А сегодня уже, вот так, гляньте, солнца нет. Облачно. Пойду я, да, чем я говорил, пойду я разберу кроватку детскую, в которой спал Костик. Гости уехали, а я еще таки не добрался до того, чтобы разобрать ее. Так что как-то вот так. Что, Миланка? Ты выздоровела уже, нет? Я уже чуть-чуть еще соплю. Чуть-чуть сопли. А порядок, ну, Мила в комнате? Да? Можно проверить? Не обманываешь? Подкрывать и все убрал? Хорошо. Ну, вот как-то так. Так что пойду разбирать кроватку детскую. А, кстати, я хотел кое-что еще вам показать. Сижу я за компьютером, подходит ко мне Тимур. С кучей такой бумаг в руках. Ну, как бы типа мусор. Говорит, пап, куда я могу выбросить бумажный мусор? А я смотрю, у него так много бумаги. Я говорю, а откуда у тебя столько бумажного мусора? Стоит, молчит. Понятно, что-то уже не то. Я говорю, ну-ка покажи, что за мусор. Начал у него из рук вытаскивать бумажки кусочки и смотреть. И немножко, скажем так, обалдел. Смотрите. Я начал доставать у него из рук вот такие вот листочки. Это тетрадки. Тетрадки для правописания. Вот это вот одна часть тетрадки. Это другая часть тетрадки. Они все чистые. Вот такая вот тетрадочка. Посмотрите, они просто порваны все пополам. И мы просто взял и порвал их пополам. Вот вторая тетрадка. Тетрадка в клеточку. Понимаете, да? Вот я хочу Тане показать, я не стал выбрасывать. Тут посмотрит. Провел я беседу с ним и говорю, Тимур, зачем ты это сделал? Молчит. Я говорю, ну это же тетрадки, я же за них платил денежку. Я говорю, это равносильно тому, что ты просто взял у меня кошелька, достал деньги и порвал их. Я говорю, мы же покупали их для тебя, чтобы ты учился, чтобы тебе было деписать, чтобы ты... Ну как-то, блин, вот провел с ним такую беседу, стоит, молчит, голову опустил. Я говорю, ну ответь мне хоть что-то. Ну вот просто что-то. Зачем ты это сделал? Я не знал, что с ними делать. Вот так вот. Ваши дети тоже так поступают иногда? Вообще, так-то, честно говоря, когда я оглядываюсь на свое детство, я тоже делал много глупых поступков. Глупых и даже очень глупых порой. Может, это детство такое, не знаю, может быть... Что ты пищишь? Кексик просится на руки. Может, это просто возраст такой, не знаю, иди сюда. Ох, ты жулик. Кисюля. Кисюля лысый. Не купили мы тебе парик. Что ты боишься? Чего ты испугался? Да? Чего ты испугался? Вот такая вот история. Так что пойду я разбирать кроватку. И скоро придет уже Танюша, наверное. Мы заставили сегодня детей убирать порядок. Убирать порядок в тавтологии. Навести порядок в своих комнатах. Так что Миланка уже все убрала. Более или менее, конечно, можно было и лучше книжечки сложить здесь всякое. Ну ладно, хотя бы так. Для нее это уже прогресс. Тимур тоже наводил порядок у себя. Сейчас проверим. Ну что, у тебя порядок? На столе не очень-то у тебя порядок. Да можешь не выключать. Слушай и наводи порядок. База у тебя какая-то разбитая вся. Валяется. Сделай до конца. У тебя уже почти порядок. Сделай до конца. И на столе разложи все нормально. Все вообще не для чего. Здесь места нет. Да-да-да, раздевайся. Вот это сегодня. Варки верно. Ну все остальное убери лишнее. Зачем тебе по всему столу все разложено так? Ну и заглянем к Артему. У Артема бардак, конечно. Артем не наводил сегодня порядка здесь. Так, 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 так. У него, как всегда, здесь что-то делал, творил на полу. Книжка. Ладно. Придет, разберемся. Пистолеты. Уже взрослый парень. Я ему говорю уже, ну отдай-то эти пистолеты детям уже. Тимуру. Нет, он все с ними как этот цацкается с игрушками. Они ему уже сто лет не нужны, он все равно их держит. Когда-то он их выиграл в какой-то лотерее. И никому не отдает. Так, а еще у нас в кроватке самодельные бортики, которые Алена и Зима сделали сами. Потому что Костя, я так понимаю, что для Костя это было очень очень необычно спать без бортиков. Дома, видимо, у него бортики есть. И он здесь не мог заснуть. Игрался с этими бортиками и руки туда просовывал, наверное, и ноги. Так что Алена здесь так симпровизировала. Сделала такие бортики. Все, ладно, я разбираю кровать. Увидимся. Готово. Так, ну, не знаю, я сейчас не понесу ее в подвал, потому что надо Таню дождаться. Не могу детей оставить дома. Таня запрещает. Расскажу вам, кстати, по поводу порядка. Сегодня утро у нас началось с небольшого такого, ну, то ли, крика, споров. Мы с Таней еще спали, но просыпались. Дети спорили между собой, кто должен наводить порядок. Что я имею в виду? Милана игралась в комнате у Тимура. Навела там свой небольшой бардак, ну, потому что игрались вместе. Милана там, конечно, что-то поразбросала. Вот. И пацаны ее не выпускали из комнаты и, как бы, сказали, что пока не уберешься за собой, то, что ты сделал в нашей комнате, то не выйдешь из комнаты. Милана подняла крик, что они ее не выпускают. Вот. А у нас, как бы, мы завели такую практику, что, вот, если ты играешься, то каждый убирает за собой. Сегодня я пересмотрел. Милана не стала убираться, да, кстати, да. И в итоге она вышла оттуда со скандалом и ничего не убрала. В общем, шум гам, перегам. Я решил, что мы изменим правила в этом плане. И я сказал, что теперь каждый строго отвечает за свою комнату. Если ты запустил кого-то в свою комнату играться, и он тебе навел порядок, ты должен считаться тем, что ты его будешь убирать сам, лично. Поэтому, тем самым, я подумал, что мы будем мотивировать каждого следить за тем, кто что делает в его комнате. Если Милана пришла в тему комнату, он будет смотреть за ней сразу изначально, чтобы она не наводила бардака, не разбрасывала. Потому что он будет знать, что это ему придется убирать. И так же, наоборот, у Миланы. Так что мы решили сделать так. Теперь каждый строго отвечает за свою комнату. И каждый наводит строго в своей комнате порядок. Не в зависимости от того, кто у него игрался, сколько и как. И еще, кстати, Милана сегодня отказалась завтракать. Таня сделала омлет. Никто не отказался утром. Таня предложила, как бы все нормально. Она сделала омлет, и Милана ничего не съела. Сегодня ей отказано полностью в другой еде, в сладостях. В общем, омлет до сих пор, я не знаю, сколько уже часов прошло. Уже, наверное, часов шесть прошло. Омлет до сих пор стоит на столе, и она его не съела. И, в принципе, мы сегодня ей ничего больше не даем. Ну, вот как-то так. Такой, некая профилактика. Вот ее недоеденный омлетик. Вообще ничего не съела. Ну, вот так он весь день у нас здесь стоит. Так что, когда она просит кушать, мы ей просто указываем, где ее еда. И как бы так. Сходила, сделала ногти. Посмотрите, весенние такие. Не знаю, что на меня нашло. Вот такой цвет я выбрала. Думаю, немножко светлее будет. Но да ладно, Артем, ну куда? Потом мне позвонил Артем. Оказывается, он тут был тоже... Куда ты идешь? Оказывается, он тоже был недалеко. Я сказала, что подходил ко мне, помог мне сумки таскать. Я была в магазине, который возле этого. Мы почти все купили. Нам нужен еще рисовый уксус. Кое-что я сегодня затеяла. Там нашла рецепт. Не знаю, получится, не получится. Покажу вам. Что-то должно быть вкусное, Артем. Да-да. Что да-да. Помис, помис это вкусно. Помис это вкусно? Картошка фри. Ага. Будет курица. Курица. Это вкусно? Да. Смотрим, как ее сделать. Окей. Зайдем сейчас, короче, еще в один магазин. И пойдем на автобус. Что-то я загулялась сегодня. Нужно домой. Зашла, купила уже краску для волос. Как в бассейне людей много было? Мало. Мало? Ты и Давид? Нет. Еще пару человек? Да. Ну, отлично. Ну, вот, смотрите. Мы нарезали довольно крупно куриное филе. Теперь Милана будет хорошенько, Милана. Очень хорошо отбивать надо. И в этот раз, если порвется, ничего страшного. Может порваться, да? Это не имеет значения. А почему это? Ну, вот такой рецепт. Поэтому отбивай сильно-сильно, да? Сколько есть силы у тебя. И потом складывай вот в эту тарелочку и бери снова. А я тем временем займусь луком-пореем. Мне чеснок нужен. Имбирь. Лук-порей я нарежу. Чеснок нарежу и имбирь натру на терочке. Лук-порей зеленый полосочками, полуколечками. Такой лук. Ну, то есть тоже порей, только белую часть. Здесь 5 зубчиков чеснока, а здесь имбирь натёрла на терочке. Тимур постарался отбил. Понял в буквальном смысле, что может порваться. В общем, эти кусочки мы как-то вот так вот скручиваем, складываем. И потом в крахмале их обваливаем. Видите, какие они? Мы их просто вот так вот как-нибудь скручиваем. И вот так вот. У меня там пока масло разогревается. Нужно сейчас на горячем масле их быстренько обжарить. Смотрите, я забрасываю курицу. И она должна быстренько обжариться. Минутки две. Сейчас я её переверну. Ох, как быстро жарится, слушай. Мне нужна будет твоя помощь, Саша, наверное. Как ты на это смотришь? Сейчас я руки помою. Может, дальше обваляешь? И тишина. Пока Таня делает следующую партию, я ей помогаю. Как милая, Саша. Погай. Прошарились? Мне нравится. Кто-то напишет, что... ...ли твою помощь. Ты боишься? Я боюсь, да. Не рада, что ты не рачиваешь? Не знаю. Ну, как же, они даже будут румяными, нет? Ну, будет, но они не рачиваются. А что, что же почустили? Я уже вся в крахмале. Что же почустили, что сделала? Пару кусочек осталось. А что за рецепт, откуда? А вот я вчера вечером приуснула, а я еще посидела в фейсбуке. И мне он попался буквально на глаза там. И вот пробую делать. К сожалению, ссылку на рецепт не могу оставить. Я не знаю, как с фейсбука оставлять ссылку. Поэтому смотрите и запоминайте. У меня здесь, кстати, куриного филе чуть больше килограмма, около 200 где-то так. В общем, сейчас мы в пару ложечек растительного масла обзарим чесночок, минутки две. Потом добавим порей. Оба порея. Оба порея. Не знаю, сейчас я гляну, оба или не оба. Концентация. Да, порей и чеснок. Еще мне кучу, если еще майкл это надо. Дети, буду такое есть? Дети? Ну, как всегда. В общем, минутки четыре мы это обжариваем. И дальше пойдет в ход рисовый уксус. Я не знаю, то ли это, другого я не нашла. Написано, наверное, не нашу. Sweet rice. Сезонник. И нам еще понадобится соевый соус. Я хочу поставить рис варить. Ты можешь помешать? Да? Какая-нибудь проблема. Без проблем. И теперь мы добавляем соевый соус. И я такая сейчас готовлю. И думаю, что что-то как будто бы у меня лишнее остается. Рисовый уксус, который я специально ходила и искала. Давай искать, в какой же момент его надо было добавить. В общем, когда отбили курицу, нужно было замариновать ее немного, недолго. Минут 10-20 в этом рисовом уксусе. Теперь будет не так? Теперь будет не так. Теперь никто есть не будет. Чего это не будет? Ты не обмакала в рисовом соусе. Ты не поймешь, что так надо было. А что ты теперь сделала? Выбросила свои фингеры? Да. Ну что ж, тогда всем, кто кушает, приятного аппетита. Аппетитуса. Выглядит неплохо. Спасибо, Таня. На здоровье. Смотрим фильм перед сном. Кинопросмотр у нас. Ребят, на этом наш день сегодня заканчивается. Увидимся с вами завтра. Всем пока. До новых встреч. Хорошего вам вечера. Или дня, кто когда смотрит. Пока. 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 Я свою了 потому, что зуб. Он же тупой изобретатель. Субтитры сделал DimaTorzok